25 ноября состоялось заседание Вяземского районного совета депутатов, где рассматривался вопрос об исполнении районного бюджета за 9 месяцев текущего года и вопрос о безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования Вяземский район в муниципальную собственность Вяземского городского поселения. По первому вопросу выступила заместитель главы района по экономическим вопросам Галина Ивановна Козлова. Данный вопрос рассматривался на комиссии, поэтому депутаты ограничились лишь отдельными вопросами к докладчику. Затем было принято решение принять данную информацию к сведению. По второму вопросу о передаче собственности в ведение Вяземского городского поселения выступила председатель комитета имущественных отношений Галина Юлиановна Гаврилова. Речь шла о двух муниципальных учреждениях и трех объектах муниципальной собственности. На заседание совета по данному вопросу был приглашен начальник юридического отдела Вяземского городского поселения Александр Александрович Белкин, которому были высказаны конкретные претензии, связанные с подготовкой юридических документов. Уважаемый исполнитель Александр Александрович в то время работал в комитете имущественных отношений юристов и, естественно, знал эти вопросы о том, что введена процедура банкротства на сегодняшний день в конкурсное производство. Уважаемый Александр Александрович, как юрист, понимает, что когда предприятие в процедуре банкротства и стадия конкурсного производства, никакой передачи речи быть не может, потому что собственник имущества отстраняется от управления предприятием и все вопросы решает конкурсное управляющее собрание кредиторов. Александр Александрович, вы действительно воспринимаете неправильно замечания депутатов, потому что юрист и любой исполнитель соответственно с должностными обязанностями несет ответственность за подготовку документов. Мы муниципальные служащие и все прекрасно это понимаем, потому что почему задали вопрос, что вы ли готовили документ. Готовили документ вы и когда вы готовите, вы должны были правильно назвать те объекты и те муниципальные юридические лица, которые вы просите передать. У нас нет такого юридического лица, локомотив, который бы называется физкультурно-спортивный клуб, локомотив у нас отсутствует, поэтому мы не можем передавать те юридические лица, которые у нас не зарегистрированы в едином реестре и нет в реестре юридических лиц муниципального образования. По итогам обсуждения было принято решение утвердить перечень передаваемых муниципальных учреждений и объектов муниципальной собственности, а также рекомендовать администрации Вяземского городского поселения сохранить профиль и целевое назначение передаваемых объектов.